Медиагруппа «Авангард» представляет Мы предоставили людям, которые лишены были в период пандемии возможности посетить удостоверяющий центр, предоставили возможность полноценно использовать имеющиеся у них квалифицированные подписи, срок действия сертификатов которых истек в период с июня по июль в рамках 166-го федерального закона. Расскажу про каждый из них коротко. Напомню, мы принимали 476-й федеральный закон, потому что сейчас в обороте находится ориентировочно порядка 15 миллионов сертификатов, из которых порядка 90% используются юридическими лицами, предпринимателями и чиновниками, при том, что количество экономически активного населения в стране более 70 миллионов человек. При этом указанный текущий уровень обеспечения сертификатами и их использование уже в течение нескольких лет не растет. Это говорит о том, что то регулирование, которое было, использование сертификатов при нем достигло пика своего развития. Так, у нас уже вступили в силу нормы об увеличенных требованиях к удостоверяющим центрам. А с января 2021 года появится права и возможность использования облачной кулицированной электронной подписи, появятся доверенные третьи стороны. А с января 2022 года полноценно заработают машиночитаемые доверенности, реестр полномочий. Ряд государственных удостоверяющих центров получат исключительное право на обеспечение определенных категорий кулицированными сертификатами. Одновременно мы ведем работу и по корректировке до 1 января 2022 года статьи 189 Гражданского кодекса, которая говорит про способ отмены доверенностей. В частности, нами внесен в правительство и в ближайшее время будет рассмотрен на соответствующих заседаниях законопроект. Также ведется работа по депутатскому законопроекту 925-867, который внесен по схожей теме. В целях выработки единого решения. Полагаем, что мы эту работу завершим вовремя, и для того, чтобы доверители могли оперативно отменять выданные ими доверенности, прекращая таким образом полномочия, что принципиально важно в условиях цифровой экономики, а не так, как сейчас это предусмотрено в течение месяца, с момента включения доверенности, вернее, сведения об отмене доверенности в информационный ресурс специальный. Кроме того, мы не забываем и давнюю нашу задачу, по которой пока идут консультации, по обеспечению наших граждан удостоверения личности, на которых будет размещаться квалифицированная электронная подпись, которая заменит паспорт гражданина. Это позволит нам сразу охватить огромное количество людей и создать для них условия по полноценному участию в электронном взаимодействии друг с другом. Для того, чтобы грядущие изменения стали возможными, мы ведем активную работу над подзаконными актами по 476-му федеральному закону, на которых также возлагается довольно большой пласт регулирования. По нашей информации, из 25 подлежащих принятию подзаконных актов принято только одно постановление правительства, выпущенное Минфином по теме казначейства, и уже на выходе находится еще одно постановление правительства, подготовленное также Минфином. В части компетенции Министерства находятся 15 подзаконных актов, в том числе принять в 2020 году три постановления правительства и шесть приказов, а в 2021 году три постановления и три приказа Министерства. К нашей работе мы активно привлекаем представителей бизнеса, которые взаимодействуют через «Ано цифровая экономика» и фонд «Сколково». Так что полагаю, что большая часть из вас в курсе проводимой нами работы по подзаконным актам. Тем не менее, несмотря на то, что необходимо принять в этом году в рамках нашей компетенции 9 актов, хотя осталось там уже порядка трех месяцев, мы полагаем, что мы успеем эти документы принять вовремя, и для этого мы уже попросили подключиться аппарат правительства для организации участников в целях ускорения их работы. Кроме того, мы реанимируем работу экспертного совета при Министерстве в сфере электронной подписи, потому что требующих обсуждения вопросов накопилось уже более чем достаточно. Хотелось бы немного рассказать про аккредитацию удовлетворяющих центров по новым правилам. Обращаю внимание, что к сентябрю, то есть через более чем два месяца, нами пока получено всего семь пакетов документов на аккредитацию. Из них пять рассмотрено, потом продолжается работа, но положительных решений пока нет. Причем, что странно, основным препятствием для получения аккредитации по новым правилам пока являются вовсе не увеличенные финансовые требования, а соответствие регламенту удовлетворяющего центра требованием к таким регламентам, которые предусмотрены довольно давно министерским приказом, а также наличие средств удовлетворяющих центров и кадровых документов на работника. Это все при том, что эти требования уже довольно давно не менялись, и по идее удовлетворяющие центры должны были уже адаптироваться под их выполнение. По частоте выявленных нарушений, финансовое обеспечение и требования к собственным средствам капиталы у удовлетворяющих центров встречаются пока редко. Хотя, возможно, статистика пока странна из-за того, что документов мало, и, возможно, в дальнейшем мы увидим какие-то изменения. Постепенно мы выстраиваем взаимодействие с Министерством внутренних дел с целью отдельного учета уголовных дел по нарушениям, которые связаны с применением так называемых официальных документов, которым с 1 июля был признан квалифицированный сертификат. Так, если мы поймем, что с распространением уголовной ответственности на подобные права нарушения, количество нарушений пошло на убыль, мы будем считать введенные изменения адекватными. Если данный тезис не подтвердится, то у нас уже готов соответствующий проект федерального закона со специальным составом. Но пока говорить о каких-либо успехах в этой сфере рано, потому что немного времени прошло. Что касается 166-го федерального закона, в период принятия и применения документов мы получили довольно много критики от экспертного сообщества. Заранее поясню, для чего мы это делали. Напомню, в тот период имелись существенные ограничения на перемещение людей на личную явку в присутственные места из-за пандемии коронавируса, при том, что положения от трех дистанционных способов идентификации вступали в силу только с 1 июля текущего года. Наша цель была в том, чтобы люди, внезапно оказавшиеся на больничной койке в массе своей, а потому не успевшие переоформить имевшиеся у них полицерные сертификаты, не оказались перед нехорошим выбором, либо не иметь возможности работать и, соответственно, получать разумный заработок, либо иметь риск заразиться, либо заразить сотрудников устраивающего центра, либо иных лиц при личном посещении. Мы понимаем ваши эмоции, которые были связаны с этим законом, но мы отталкивались от необходимости возникновения меньшего вреда. Согласно позднее приведенному мониторингу реализации федерального закона, из более 400 устраивающих центров ответило на наш запрос 135 организаций. Из них 64 организации открыто сообщили о невыполнении требований закона, 20 центров сообщили об отсутствии сертификатов, которые были предметом регулирования, и 51 центр сообщил о выдаче сертификата согласно требованиям закона. Подобный правовый нигилизм со стороны устраивающих центров нас, если честно, довольно сильно удивил и лишний раз, по нашей точке зрения, подтверждает ранее принятое решение о передаче довольно большого количества функций государственным устраивающим центрам и существенном сокращении коммерческих устраивающих центров. Мы планируем с учетом этой ситуации передать эту информацию о выполнении требований закона в органы прокуратуры для реагирования. Теперь в части 183-го федерального закона перенос сроков вступления в силу нормы легализации способов идентификации по выдаче сертификатов неквалицированной подписи был вызван нашим пониманием, что определяя полностью идентичные способы установления личности как при выдаче квалицированных сертификатов, так и при выдаче неквалицированных сертификатов, мы, возможно, несколько перестарались, потому что неквалицированная подпись используется в основном в менее значимых отношениях, поэтому тут возможны некоторые послабления. И мы считаем, что тот способ, который появится с 1 апреля следующего года, а именно использование ЕСИА с применением ГАСТового ТЛС, он является одновременно и достаточно удобным для использования и достаточно надежным с точки зрения безопасности. Поэтому, полагаем, этот подход адекватный, при этом мы не исключаем возможности расширения способов установления личности для неквалицированной подписи до вот этого момента, собственно, для чего мы и представили эту отсрочку. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»